Доброе утро, Гульнархан. Доброе утро. Какие есть новости о вашем супруге? Что за намерение, вот можешь нам рассказать о намерении объявить голодовку? Насколько это серьезное решение? Ну, вы знаете, к сожалению, за эти 97 дней у нас нет связи с ним. А единственная связь, это связь через адвоката. Адвокат, который был Эдема, 13-го числа, 13-го марта, он был обеспокоен. Поэтому на следующий день, 14-го, он тоже Эдема посетил. И 18-го, в понедельник, он тоже пошел, потому что состояние здоровья Эдемы, и после того, как они переговорили, он явно понял, что все, что сегодня происходит в СИЗО, в камере, это все идет к медленному, просто угроза жизни для человека, понимаете? И я так понимаю, это протест против содержания, вот такого содержания в СИЗО. Ну, так, это я так думаю. Но хотя у него все диагнозы, я не знаю, какой ни возьми, и нарушение двигательной функции, да? И вот этот анатомический дефект, то есть ампутация, она же возникла не так просто, что там попал в аварию, она возникла вследствие этих заболеваний, которые, системы кровообращения, и болезни сердца, и эндокринная система. Я не знаю, у него все документы, все документы, и его состояние здоровья говорит о том, что он нуждается в постоянном уходе. Что у него этот инсулин, на который посадили они его, он был инсулино-независимый. И есть же международный протокол, международный протокол по содержанию вот таких больных, ну, как перевода на инсулин. И свидетельство о том, что у него была аллергическая реакция в январе и сейчас, вот, это тоже введение препарата. То есть, ну, какая-то, видимо, непереносимость. И, я не знаю, наши врачи, которые заседали у нас, ну, в геническом районе, они дали заключение, что даже если они переводят не инсулино-зависимого на инсулин, это должна быть и определенная, ну, диета, и четкий режим питания, и лабораторный контроль должен быть вот этих, ну, как правильно, показателей крови. Там же ничего, ну, в изоляторе этого временного содержания проводить эти соответствующие, ну, медицинские мероприятия нельзя. Ну, там нет возможности такой. Поэтому все, что сегодня делается, это вот прямое нарушение по отношению к больному человеку. Может быть, это его, вот такой был протест его содержания в СИЗО, я не знаю. У нас нету связи с ним, поэтому я только со слов адвоката могу, ну, говорить и сама думать, потому что с ним уже прожила 38 лет. Ну, вы готовы поддержать его стремление или будете отговаривать, ну, через дозакаты? Дело в том, что я понимаю, что для него это очень будет сложно, очень сложно, потому что он принимает, у него же болезни сердца, вот, ему нужны постоянные эти таблетки. Но решение такое, если бы цель, ну, цельно понятна, что или переводы его в больницу, или меры пресечения, или медчасть, да. Но я думаю, что да. А там уже ему, ему, ему принимать решение, ну, по состоянию здоровья, конечно, нельзя. По состоянию здоровья. Ну, может быть, это тоже вот такой протест. Продолжение следует... Спасибо.